Продолжение следует... В разделе вопрос номера дьякон Игорь Цуканов рассказывает о том, можно ли брать деньги за совершение конкретного таинства или требы, и в каких отношениях должны находиться священник и прихожане. Почему в церкви просят прощения перед началом Великого Поста? Что такое ектинья? Как быть, если корпоратив на работе выпадает на Великий Пост? Ответы на эти вопросы публикуются в материале «Вера». Необычная история любви священника и его жены опубликована в рубрике «Люди». Раздел «Полезные рассказы» открывает обзор на книгу знаменитого детского писателя Владислава Крапивина под названием «Трое с площади Коронат». Рубрика «Семейное чтение» посвящена грядущему празднику Сретенью Господню. Епархиальная служба помощи «Милосердие Казань» приглашает всех неравнодушных присоединиться к проекту и оказать помощь нуждающимся. В основном этим людям нужны самые простые вещи. Все подробности вы найдете на 67-й странице журнала. В разделе «Культура» приведены размышления доктора филологических наук Владимира Котельникова о религиозном философе-писателе-публицисте Константине Николаевиче Леонтьеве, который в конце своей жизни принял тайный постриг в Оптиной пустыне с именем Климент. Нередко Евангелие от Иоанна называют самым загадочным и даже таинственным. А многие важные события из жизни Иисуса Христа описаны только здесь. Почему это так? В этом поможет разобраться рубрика «Вера». Подписной индекс журнала «Фома» в каталоге агентства «Роспечать» 46-335. Вышел в свет новый номер газеты Рязанской епархии «Логос». Читайте в свежем выпуске. В колонке «Слово пастыря» митрополит Рязанский Михайловский Марк рассказывает об исповеди, о смысле и значении этого таинства. Протеерей Димитрий Гольцев подготовил новый рассказ об Иерусалиме византийского периода. В рубрике «Территория. Семья» читайте о том, что такое успех с христианской точки зрения. Что такое осмогласие, как оно сформировалось и кому приписывают создание системы осмогласия. Об этом рассказывает регент церковного хора. На страницах газеты также представлены размышления авторов о многодетности и разных путях к Богу. Газета «Логос» распространяется в рязанских храмах и церковных лавках. В электронной версии газета есть на сайте Рязанской епархии. Представляю вашему вниманию новый пятый выпуск «Православной газеты». Читайте в номере. В праздник Господа нашего Иисуса Христа патриарх московский всеяруси Кирилл совершил божественную литургию и чин великого освящения воды в Богоявленском соборе в Елохове в Москве. Репортаж об этом публикуется в разделе «Первосвятитель». Рубрику «Интервью» открывает беседа с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, в которой он рассказал о новом указе президента России, о школьном курсе «Основы религиозной культуры и светской этики» и не только. «Прощает ли Бог грехи без исповеди? Является ли курение, никотиновая зависимость грехом, который лишает царства Божие? Всякое ли покаяние принимает Господь?» На эти и другие вопросы ответил архимандрит Мелхиседек Артюхин. В новом выпуске рубрики «Учимся растить любовью» семейный психолог Елизавета Пархоменко рассуждают на тему «Дети и питомцы». Она рассказала, почему питомцы в доме не всегда приводят к повышению детской ответственности, есть ли у питомца личные границы и может ли животное выполнять в семье психотерапевтическую роль. О жизни, служении и семье настоятеля Свято-Троицкого собора города Ядрина отца Сергия Чернова можно прочитать на 28-й странице. В издательстве «Ковчег» вышла новая книга под названием «Библия, пересказанная для новоначальных». В ней в доступной форме излагаются основные события Ветхого и Нового Завета. Подробнее о книге читайте на 30-й полосе. О прошедшем в Екатеринбурге концерте и награждении победителей конкурса рождественских открыток среди детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассказывается в разделе «Фестиваль». В Екатеринбургском храме Вознесения Господня состоялось освящение иконы небесных покровителей, пожарных и спасателей. Подробнее об этом образе и его создании читайте в рубрике «Святыня». На последней, 48-й полосе выпуска опубликована краткая программа постоянных передач телеканала «Союз». Оформить подписку на православную газету можно по каталогу Почты России, подписной индекс ПП805. Также газету можно прочитать и в электронном варианте. Адрес интернет-страницы представлен на экране. С вами была программа «Обзор прессы». Спасибо за внимание, всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова